Арктика глазами детей. В музыкальной школе Наринмара открылась выставка картин финалистов конкурса «Арктическая палитра». Мероприятие проводится в десятый раз и в этом году стало международным. Подробности в следующем сюжете. История освоения новой земли, быт поморов, полярников и исследователей Арктики. Это основная тематика картин на ежегодном конкурсе «Арктическая палитра». Тем на самом деле было несколько. Это, как я сказал, уже природа и животные, населяющие Арктику. Потом крупный блок представлен историей освоения новой земли и хозяйственной деятельности поморов. И раздел третий – это «Однажды в Арктике». Участники должны были рассказать о людях, которые работают в Арктике, осваивают Арктику. Это полярники, метеорологи. То есть тут могли быть сюжеты, связанные с историей, с историческими различными экспедициями. Ну и современной деятельностью в Арктике. Творческий конкурс организован в первую очередь с целью повышения художественного мастерства участников и продвижения идей сохранения хрупкой природы арктического региона. Выставка ежегодная. Каждый год много участников. В ней это десятый раз уже. И в этом году она стала в первый раз международной, поскольку к ее участию подключились школьники из четырех норвежских школ искусств. И их работы около 20 проделали путь в 4000 километров, чтобы прибыть в город Архангельск. И главная выставка проходила в Архангельске. А потом организаторы решили сделать ее, показать ее в других регионах, в Мурманске, на Оренмаре. Конкурс детских рисунков «Арктическая палитра» организован Национальным парком «Русская Арктика» совместно с Детской школой искусств города Архангельска. Юные художники Ненецкого округа пока не принимали участие в конкурсе. Для нас действительно очень большая честь. И предновогодние праздники, предновогоднее настроение ознаменовалось тем, что в нашей школе сейчас работает выставка финалистов Всероссийского конкурса «Арктическая палитра-2020». География конкурса очень большая. Это и Вологодская область, Архангельская область, Ярославль. И в этом году присоединилась даже Норвегия. И очень хочется, чтобы в географию этого конкурса в следующем году вошла Детская школа искусств Ненецкого автономного округа. Я думаю, что наши ребята, ученики нашей школы впечатлятся от этой выставки и захотят участвовать в дальнейшем в этом замечательном мероприятии. Ученица музыкальной школы Аглая Барышева художница с 8-летним стажем. И уже решила, что в следующем году обязательно примет участие в конкурсе «Арктическая палитра». Рисовать будет природу родного края. А пока пришла на выставку оценить работы коллег из других регионов. Эти картины дорисованы очень свободно, смело. Видно, что они разбираются в цветах, в композиции. Мне очень понравилась выставка. Из сотен работ школьников из нескольких регионов страны были отобраны 50 самых достойных. Следующий город, где увидят картины – Мурманск. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Владимир Ноетвагов. Михаил Константин. Аккуратный.